У нас сегодня небольшая тема, работа с архивами. Зачем мы вообще рассматриваем эти утилиты? Для того, чтобы знать, как информацию сжимать, как работать с архивами. То есть у нас активно используются эти утилиты. Для чего? Ну, к примеру, когда нам необходимо, скажем, сжать историю. Не важно, какого сервиса. Это все текстовая информация, которая довольно быстро накапливается на сервере. То есть файлы растут, их размер растет. И нужно как-то все-таки экономить дисковое пространство. Поэтому те, которые более старые файлы и сжимают, и хранят определенный период времени. Все зависит от частоты ротации логов. Текстовые файлы, я думаю, знаете, сжимаются очень хорошо. Если в медиа какие-то файлы, то хуже намного. Вплоть до того, что они могут быть в сжатом виде больше, чем в обычном. Мы рассмотрим несколько утилит, которые по разным алгоритмам работают. Первый утилит это GZIP. Откроем наш терминал. Давайте сразу файлик сделаем какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Так, маловато. Ладно. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Есть у нас файлик, например, 13 мегабайт размером Утилита GZIP в качестве аргумента указывается путь к файлу По умолчанию файл удаляется, исходник, вместо него у нас появляется файлик с расширением GZ Это стандартное расширение, суффикс могут быть еще другие Это просто Z В Mane можно посмотреть, какие еще могут быть расширения Если мы хотим, чтобы файл исходник у нас оставался в системе Давайте сейчас сразу вернем наш файл Минус D опция означает декомпрессия Возвращаем, опять же исходник удаляется Появляется файл в нежратом виде Если мы хотим, чтобы файл не удалялся наш То используем опцию минус C Она означает выводить информацию в стандартный вывод Мы указываем наше имя файла нового Смотрим утилитой файл Она нам говорит, что это XIP Compressed Data Какие еще опции Минус D показала эта декомпрессия Можно еще опцию V использовать Она показывает небольшую информацию по работе команды Утилиты, которые для сжатия используются Которые мы будем рассматривать И они работают только с единичными файлами То есть вы не можете взять какой-то набор файлов Либо там директорию целую И поместить в сжатый архив Для этого есть отдельная утилита Мы ее тоже рассмотрим Но есть вариант, когда мы рекурсивно обрабатываем Скажем, директорию Например, XIP Минус V R маленькая R маленькая И указываем какую-то директорию Что-то не сильно большое Нет, с этим лучше так не делать Поскольку у меня исходники удаляются И появятся только сжатые файлы Давайте Давайте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Указываем путь в нашей директории В фолдер Посмотрим Появилось у нас тут два файла Сжатых Вместо исходника Кроме того Для того, чтобы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используется отдельная утилита Она входит в набор Этого пакета GN-ZIP И указываем Путь к нашему файлу Опять же, если не хотим Удалять исходник Используем опцию Минус С Тогда у нас Вся информация в стандартный вывод идет Соответственно, нужно ее куда-то перенаправлять Когда используются утилиты Для сжатия Их можно применять Не только к файлам Но еще и к потоку данных То есть мы можем, например Сделать вот так MAN Команды ls ZIP ls.gz Вот так Так А Ман ЛС Сейчас посмотрим У него записалось, там какие-то символы у нас Еще непонятные были Короче, вот в таком вот виде Пропустили через GZIP И сразу сжали, поместили в файл информацию Соответственно, если мы разжимаем GZIP Появился вот такой текстовый файлик Кроме того, есть еще сопутствующие утилиты Которые идут в наборе Я допустим Z набираю И это утилиты, которые относятся к GZIP пакету Есть Z cat, cmp, div, какие вы рассматривали И grep, grep, mols То есть я могу С помощью этих утилит Смотреть содержание сжатых файлов Например, zls открывает Как обычный лес Только для сжатых То же самое Z grep Указываем, какой шаблон И Работает как обычный grep По аналогии все остальные утилиты Кроме того, когда вы делаете сжатие Ваших файлов У вас есть возможность указать Степень сжатия Например, единичка Это означает Наименьшая степень сжатия Но самая большая скорость Если Девятка, например То это самая Большая степень сжатия Но скорость при этом Тоже падает Ну, давайте Вот у нас есть файлик File.txt Попробуем сжать его При разных опциях Сначала единичка Сначала единичка Вот так С1 Один точка ВЗ будет И Девятка Значит, что мы видим Единичка 74 килобайта Девятка 25 Ну, я думаю, разница очевидна Выбор Степени сжатия Зависит от конкретной ситуации То ли вам Там нужно Максимально сжать То ли вам скорость Важна, когда вы там На лету много данных Сжимаете То есть это увеличивает Производительность По умолчанию У ГЗИПа Стоит шестерка Это такое Среднее значение Далее Утилита Дезекэт Короче, это мы Просмотрели ВУЗМО Это тоже Просмотрщик Такой Позволяет Постранично Просматривать Единственный минус Что он не возвращается Назад Ну и поисков Там нет Более облегченный Просмотр Так Утилита ЗИП 2 Работает по другому Алгоритму Сравнение Как бы Результатов работы Этих двух Алгоритмов Это тоже Все относительно Все зависит От типа данных Размера файлов И так далее То есть Если у вас Например Файлы маленькие Вы указываете Очень большую Степень Максимальную Степень Сжатия То результат Может быть Даже хуже Потому что Словарь Который создается Для описания Вот этих данных Он займет У вас Например Больше места Чем сам файлик Тут Все относительно В ЗИП 2 Ключи Те же самые Принцип работы Тот же самый Если мы Не хотим Удалять файлик Мы ставим Опцию Минус С Перенаправляем В стандартный Вывод Расширение Стандартной Абз У таких Файлов Сжатых ЗИП 2 Компресс Блок Сайз 900к 900кб У нас ЗИП 2 Хранит Архив Блоками При этом Если какой-то Из блоков По какой-то Причине Вышел Стал Негодным Можно попытаться Восстановить Другие блоки Остальные Которые Не затронуты Я сейчас Еще покажу Опции Практически Совпадают Есть у него Опция Хорошая Минус К Которая Позволяет Не удалять Исходник Ругнется Наверное Не Не Ругнулся Я извиняюсь Там не БЗ А БЗ 2 Расширение Вот Такое Вот Стандартное Так Аналогично С ЖЗИПом У него Есть Ряд Утилит В общем Которые В наборе Идут БЗ Кэт ЦМП Див В общем То же самое Работают Как обычные Утилиты Только для Сжатых Файлов З БЗ ЦМП И БЗ Див Как они Работают Вы можете Сравнивать Два Файла Например Нет Файлов БЗ И З2 Отличаются Утилит 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 К чему К чему Я веду Если мы Указываем Только имя Архива Сжатого То БЗ Див Тоже Работает Как он Работает Он берет Имя Нашего Архива Отбрасывает Расширение БЗ И Ищет Файл С таким Же Именем В текущей Директории И Получается Сравнивает Сжатый Файл С Несжатым Также Работает ЦМП Команда В этом Случае Но Если Такого Файла Нет Соответственно Сравнивать Ему Ни с чем Будет Будет Ошибка Далее БН ЗИП 2 Утилита Аналогичная То есть Работает Так же Как И Предыдущая Есть Опция Тоже Карп Которая Позволяет Оставлять Файлы Не Удалять Их БЗИП 2 Рекавер Эта Утилита Позволяет Нам Восстановить Какие-то Блоки Из Поврежденного Архива Например Наш Архив Этот Файл XTBZ2 Как Нам Его Повредить Ваши Предложения Повредить Этот Файлик Что мы С ним Можем Сделать Правильно Как Вариант Использовать DD Используем Наш Файлик ВЗИП 2 Указываем Исходящий Файл И указываем Что Блок Сайз 512 По умолчанию И указываем Например Skip 1 Это означает Первый блок Пропустить Скопировали Вот у нас появился Файлик Вполовину Меньше Теперь Что мы Сделаем Давайте проверим Что это за файл Вообще Нам теперь Говорит Что это Не сжатые Данные А просто Какие-то Данные То есть Неизвестно Что это за файл Пробуем Его Разархивировать Говорит Из ноты Бзип 2 файл Пробуем Утилиту Нашу Давайте Мы сначала Директорию Сделаем Что-то Сделал Смотрим Результат У нас У нас Появилась Куча Набор Бз2 Архивов В принципе Мы уже Можем Посмотреть Что они Себя Представляют Теперь Это Как раз У нас Сжатые Данные Можно Попробовать Посмотреть Содержание Этих Файлов Видно Это Какой-то Текст Здесь Первая Строка На Символе Оборвалась Какие-то Блоки Восстановились Какие-то Нет Ну и Если Мы хотим Все В один Файл Слить Все Все Что могли Мы Восстановили И записали В наш Файл Далее Утилита JZXZ Что Она Позволяет Делать Она Создает Копии Сжатые Копии Исполняемых Файлов При этом Файлы Налету Распаковываются И Исполняются Сейчас Тоже Пример Какой-нибудь Сделаем Запишем Набор Команд В Скрипт Что Получилось Какой-то Скрипт Маленький Который Вводит Нам В терминал Информацию Посмотрим Он У нас Занимает Конечно Маленький Давайте Еще Допишем Что Нужно Ч Ладно 32 Байта Получается Размер Делаем GZ GZXZ Он Создает Нам Файлик С таким Же Именем Только С Расширением С Расширением С Добавочкой Тильда В конце Имени Посмотрим Их Размеры Теперь Видно Один У нас 863 Байта Второй 32 Байта То есть Который Сжатый Даже Нет Исходный Файл Сохраняется С суффиксом Вот Исходник Наш А это Будет Наш Уже Исполняемый То есть В этом Случае Как бы Эффекта Мы не Получили Нужного У нас Тот Который Сжатый Получился Больше Чем Тот Который Не Сжатый Но Если У вас Опять Ж Там Большая Какая Это Большой Исполняемый Файл То В принципе Это Может Сработать Его Размер Будет Меньше Что Происходит Когда Вы Запускаете Такой Файл Он Просто Налету Распаковывается И Опять Ж Выполняется То есть Для Экономии Места Далее XZ И LZMA Алгоритмы Да Кстати В ZIP2 Там Тоже Есть Степень Сжатия От 1 До 9 Можете Использовать По умолчанию Стоит Максимальная Девятка Далее Алгоритмы XZ И LZMA Это Те Которые Сейчас Уже Более Скажем Так Популярны В новых Дистрибутивах В том числе У нас XZ Уже Больше Используется Принцип Работы Этих Утилит Точно Такой Же Как И Предыдущих Двух У них Есть Такой Же Набор Дополнительных Команд То есть Просто Другие Алгоритмы Сжатия Практически Не отличаются По командам LZMA Через LZ Тоже Можно Получить Список Команд LZMA Кстати Не установлен По умолчанию В Дистрибутивах Далее В презентации Есть у вас Сравнение Таблички Как работают Сжатия Разных Утилит Мы на этом Не останавливаемся Если Мы хотим Получить Например Полностью Архив Всех Файлов Либо Директорию Заархивировать Для этого Есть Отдельная Утилита Это Утилита ТАР Мы Ей Можем Указать Давайте Самое Простейшее C B F Означает Create Архив Далее В Это Вывод Информации F Указываем Имя Файла Нашего Архива Нового Например 1.tar И Что мы Сюда Добавляем Мы Добавляем Директорию 1 Можно Через Пробелы Указать Еще Какие-то Файлы Нам Выводит ТАР Информацию Подробную Что он Делает Смотрим Список Файлов Появился Наш ТАР Архив Проверяем Это У нас Посик Стар Архив Можно Посмотреть Список Файлов В этом Архиве ТАР Минус Без Минуса ТАР ТВФ 1.tar Вот Видно Ну В ТАРе Сохраняются По умолчанию Все Права Доступа К файлам Временные Временные Метки Хотя Это Все Тоже С помощью Опции Определенных Может Настраиваться Далее Если Вы Кроме Того Что Можно Посмотреть Список Файлов Можно ТАР Архив Изменять То есть Вам Не обязательно Извлекать Все Файлы Скажем И Какой-то Удалять Опять Это Архивировать В ТАРе Есть Возможность Например Удалить Файл Но При этом Физически Файл Из архива Не удаляется Просто Как бы Запись На нем Удаляется То есть ТАР Архив Меньше Не становится Ну Как Разработчики Вообще Поясняют Принцип Работы ТАР Работает Как Магнитная Лента То есть Вы Не можете Что-то Там Из середины Удалить Вы Можете Только В конец Дописывать Есть Возможность В архиве У вас Будет Храниться И в старой И новой Версии Только При извлечении Будет У вас Только Новая Извлекация То есть Он Не уменьшается Кроме ТАР Работает С Всеми Алгоритмами Сжатия Которые До этого Мы Рассмотрели Для этого Используется Опция Например Йод Это ЗИП2 Алгоритм З Это ГЗИП Алгоритм В общем В МАНЕ Это все Можно посмотреть Ну и Соответственно Расширение Там Меняется Тогда Если ГЗИП То Будет ТАР Точка ЖЗ Хотя Это Скажем так Общепринято Есть И другие Например ТАС Это Сокращение От ТАР ГЗ Тоже Список Можно Посмотреть В МАНЕ По ТАРу Всех Этих Суффиксов Стандартных Ну и Указываем Что мы Добавляем Наш ТАР Архив Есть ТАР Смотрим Появился Наш Один ТАР ЖЗ Смотрим Тип Файла Пишет ГЗИП Компресс Дата Это Происходит Потому Что сначала ТАР Запаковывает Нам Все Файлы В архив А потом Уже Применяет К этому Файлу Алгоритм Сжатия В данном Случае ЖЗ Если Вам Нужно Посмотреть Список Файлов В ТАР Архиве Либо Его Разархивировать Вам Не обязательно Указывать Опцию ЙОД Или З ТАР Он И так Понимает Он Связан С утилитами С алгоритмами Сжатия Он автоматически Определит Как Сжат ТАР Архив И Правильно Его Распакует Ну Как бы Это основные Опции Кстати Если хотим Извлечь Используется Опция X От слова Экстракт Тоже Указываем Какой Файл Извлекаем И По умолчанию Извлекается В текущую Директорию Да И Некоторых Сначала Смущает Что Например Делаю ТАР С В Ф Скажем Директория В ТАР ТОЧКА ТАР Тут Конечно Много Отменим Так Сделаем Говорит Removing TAR Removing Leading Слэш Это Не ошибка Это Работа ТАР Он Удаляет Первый Слэш Из Пути Я Указал Директорию Вар Она Заархивируется Под именем Слэш Вар Она Заархивируется Под именем Вар Таким Образом Когда Вы будете Разархивировать Файлы Они У вас Не В Директорию Вар Корневую Попадают А Именно В Текущую Будут В таком Виде Разархивированы Просто Чтобы Вас Это Поначалу Не Сначала Продолжение следует Продолжение следует